Тема важная для всей страны, поэтому обсуждение публичное. Позиция партии «Единая Россия» состоит в том, что государственное пенсионное обеспечение в нашей стране должно быть безусловно сохранено. А рост размеров пенсии должен стать одной из ключевых магистральных контрольных задач нашей партии. Совершенствование пенсионной системы «Единая Россия» предлагает начать с себя. Отменить повышенные пенсии для депутатов Госдумы и сенаторов уже с 1 января. Обычным гражданам, наоборот, сохранить все существующие льготы и выплаты, положенные после 55 и 60 лет. Причем это задача регионов. Наши жители очень просят, чтобы эти льготы сохранились. Причем очень важно, чтобы не изменился срок с изменением пенсионного возраста. Вообще «Единая Россия» прислушалась к тому, что говорят в регионах. Больше всего людей волнует, как бы не остаться без работы в предпенсионном и пенсионном возрасте. Нужна госпрограмма, по которой пенсионеров будут переучивать, причем давать для этого отпуск. И трудоустраивать, учитывая профессионализм, а не отправляя в конец очереди после молодых. Найти работу после 50 по специальности очень и очень сложно. Вот и пополняют наши квалифицированные, опытные, зрелые сотрудники порой, многочисленные армии охранников и вахтеров. Конечно, люди волнуются, что чем ближе к пенсии, тем больше будет проблем со здоровьем. «Единая Россия» предлагает разработать целевую программу в сфере здравоохранения. Обязательная ежегодная диспансеризация людей с возраста предпенсионного. Мы прекрасно понимаем, что вопрос не только в трудовой деятельности, но и жизни на пенсии. Усовершенствуя пенсионную систему, необходимо пристально наблюдать за работодателями, чтобы сотрудников предпенсионного возраста не увольняли, штрафовать, если пытаются, если незаконно сокращают отчисления и бороться с так называемыми серыми зарплатами. 15-13 по разным подсчетам миллионов человек сегодня работают, не имея на руках трудовых договоров. Мы рассчитываем, что совместно с правительством такой инструментарий дополнительный и по ужесточению ответственности, и по легализации этих трудовых отношений должен быть разработан. Особая ситуация у тех, кто уже вложил деньги в негосударственные пенсионные фонды. Единая Россия считает, что эти люди должны получать выплаты, как и планировали, с 55 и 60 лет. Стаж для досрочного выхода на пенсию предлагают сократить до 37 и 42 лет. Отдельной строкой малочисленные и коренные народы Севера. Для них возраст выхода на пенсию предлагают оставить без изменений. Наша ключевая задача – это обеспечить достойные пенсии в рамках тех параметров и изменений, которые сегодня происходят. Итогом парламентско-общественных слушаний, несомненно, должны стать решения, которые позволят выстроить устойчивую и эффективную пенсионную систему. Прозвучали и предложения по наполнению пенсионного фонда. Направлять в него деньги, полученные от продажи таможенного конфиската. Средства по суду, изъятые у коррупционеров и взяточников. Плюс договориться с крупными торговыми сетями о системе скидок для людей предпенсионного возраста и пенсионеров.